Чем быстрее, тем лучше. Оперативность оказания медицинской помощи при инсульте медики называют ключевым фактором лечения. По их словам, такая сосудистая катастрофа – это именно тот случай, когда промедление смерти подобно. Поэтому сегодня решили вновь всем напомнить, как распознать и лечить это опасное заболевание. Это должен знать каждый, уверены медики. Способность распознавать первые симптомы приближающегося инсульта жизненно важна для всех – и пожилым, и молодым. Ведь если прежде спасали больше пенсионеров, то теперь все чаще попадают в реанимацию даже 20-летние. Если внезапно появилась мышечная слабость, а не менее покалывание в половине лица, руки, ноги или на одной половине туловища, внезапно нарушилась речь или понимание речи. Нарушение координации движений, потеря сознания. Жена вызвала скорую, отвезли в больницу. По нормативам, чем быстрее у больного возникла симптоматика, чем быстрее он будет доставлен специализированной бригадой скорой помощи в неврологический центр, то тем больше вероятность выживаемости и прогноза в плане инвалидизации больного. Суть любой сосудистой катастрофы проста. Нарушается проходимость сосуда, вследствие чего начинают страдать органы, например, мозг. В одно мгновение человек может стать инвалидом. Это гибель какого-то участка мозга, выключение из функции. Когда не функционирует какой-то определенный участок мозга, понятно, что жизненные функции нарушаются. Качество жизни моментально падает. По данным ВОЗ, около 25% взрослого населения остаются инвалидами вследствие перенесенных инсультов. Если госпитализация и первая помощь были проведены оперативно, есть шанс на выздоровление, говорят врачи. Например, в Запорожье уже успешно освоены малоинвазивные операции по установке стендов на поврежденные участки сосудов. Это позволяет предотвратить появление следующих инсультов. Повторных кровоизлияния, либо повторных ишемических инсультов. А то же, что произошло, то уже лечится консервативными методами. Чем раньше начнете вести здоровый образ жизни, тем больше обезопасите себя от инсульта, утверждают медики. Но кроме того, нужно не иметь других болезней и главное, надо беречь нервы. В Японии как раз не меньше, чем у нас, хотя цивилизованная страна. Объясняет это тем, что у них очень большой психологический напряженка. Артериальная гипертензия, болезни сердца, сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, курение, избыточный вес. Самое главное, избавить себя от вредных привычек. Сколько бы вы себе не измеряли количество холестерина, если вы продолжаете курить и нервничать, и есть жирное, что-то. Главное как-то образ жизни. Если вдруг у себя или у кого-то заметили первые признаки инсульта, необходимо срочно вызывать скорую помощь. Вновь напоминают врачи. Только так, по их словам, можно вовремя найти болезнь и избежать осложнений. Продолжение следует...